В день здоровья в 30-й школе посёлка Новомихайловского прошли соревнования по спид-кубингу под названием «Талант в Кубе». Школьники выступали в нескольких категориях. Кто победил и как прошли соревнования, смотрите в нашем сюжете. Впервые подобные соревнования в школе проходили три года назад. В этом году решили традицию возобновить. Начинается мероприятие с торжественной части. Поддержали участников конкурса и выступили спонсорами почётный житель и предприниматель Николай Качьян и генеральный директор Новомихайловского совхоза Роман Батуринец. Своё мастерство в скоростной сборке кубика Рубика покажут 14 школьников. Участникам представляют жюри. Среди них заместитель главы Новомихайловского городского поселения Лев Калустов, директор 30-й школы и специалист по молодёжной политике. Кубик Рубика собрать, я думаю, не каждый сможет. Ну, один цвет сможет. А вот все пять, шесть цветов, я думаю, не сможет. И это прям было приятно видеть мастерство. Видно, как дети рука держат кубики. Ну, это прям заслуживает уважения. И хочется, конечно, повторить. Я думаю, каждому захочется повторить. Я думаю, это даст огромный толчок в развитии в этом направлении этого вида спорта. Конкурс разделён на несколько категорий. Участники должны собрать кубик 2х2, 3х3 и пирамидку-головоломку. Болельщикам запрещено шуметь в зале, так как это будет мешать ребятам. Второклассник Владимир Максимов участвует сразу в трёх категориях. Лучшее время показал в сборке пирамидки. Он занимает первое место. У меня самое рекордное – это только на пирамидке. И у меня там было меньше 10 секунд. И сегодня у меня под пирамидкой было 29 секунд. Я просто волновался. Три года назад Андрей Замурагин участвовал в этих соревнованиях. В этот раз чуть больше 10 секунд понадобилось школьнику, чтобы собрать кубик 2х2. Лучшее время показывает и в категории 3х3. Тренировался почти 4 года. Смотрю видеоролики, как эти алгоритмы выучить, как они показывают руками, как это сделать. И вот так вот обучаюсь. В телевизоре когда-то посмотрел лучше всех. Там был кубик Рубика. Девочка какая-то собирала. Я решил попробовать. У меня получилось. Сегодня 23 секунды. Лучшее время у меня 12 секунд. Итоги подведены. Победителям вручают грамоты, сладости и подарок. Новый кубик Рубика. Сборка кубика Рубика – увлечение полезное. Оно улучшает память, логику, усидчивость, развивает мелкую моторику пальцев. Соревнуться в этом мастерстве по всем мире. Это на самом деле очень приятно, когда твой ребенок может такие вещи делать. Я думаю, родители будут гордиться своим детьми, которые сегодня победили. А остальные, конечно, пусть дальше занимаются. Все могут, потому что сейчас дети такие развитые. Они, думаю, справятся все. Лена Коблева, Алексей Исаев, Александр Баранов. Телеканал Орленок ТВ.